Мы все примерно понимаем и умеем продавать часы разработки. Там совершенно понятно, там другой текст, он на другом языке, но мы привыкли его выставлять, продавать, и клиент привык его покупать. Сейчас мы поговорим про ту часть проекта, которая не у всех в комплексном предложении присутствует, но суперважная в рамках как раз этого комплексного проекта. Я приглашаю на сцену компании DFA. Прошу. У вас есть решение, каким образом все-таки упростить жизнь себе одновременно и получить новую статью до кода фактически с заказчика. Все это связано со словами и текстом. Ну, фактически, да. То есть мы будем говорить о контенте, если кто-то еще не понял. И готовы поделиться своим опытом со всеми другими партнерами битриксов. Бук зайцев за один контент. Ну да. Значит, как превратить слова в деньги? Потому что на самом деле мы где-то пару лет назад этим занялись и поняли, что реально это стоит дорого, это реально деньги. Современный сайт в моем представлении – это интерфейс, функционал и контент. Вот все на этих трех вещах базируется, в трех китах. Если с интерфейсом коллеги рассказывали вам, что они очень умеют делать красиво, качественно все, вот материал дизайн, все такое. Функционал тоже. Можно сделать интеграции с 1С, с САПом, с чем угодно. То с контентом, ну, как правило, про него не говорят, потому что с ним иногда плохо. Приведу один пример. Сайт итальянского производителя грузовой техники. Вот у них очень классный интерфейс, классный логотип, конфигуратор автомобилей, все работает, в 3D можно грузовик собрать. Ну что у них с контентом? Вот я специально выделил. Раздел называется «Устойчивое развитие и инновации». То есть для такой большой публичной компании раздел – это три абзаца, просто написанных текстом, которые вообще никто не прочитает. А это важно для компании, особенно публичной, особенно технологической. Почему так происходит? Потому что о контенте никто не думает. То есть если взять классическую историю, что у нас есть разработчик, студия и есть клиент, то разработчик об этом не думает, потому что ему поставили задачи, мимиджевые задачи, бизнес-задачи, клиенты, которые надо решить. Видите, они садятся, проводят интервью, начинают решать эти задачи. Клиент тоже об этом не думает, он думает об этом еще меньше, потому что начиная делать сайт, он хочет новый красивый функциональный сайт, уже придумал, что там будет, про контент он не думает. И, соответственно, вопросы у них, ну они считают, как более важные вопросы, и вначале это не обсуждается. Есть у вас контент? Ну что-то есть. Ну или со старого сайта скопируете. Все. А когда проект уже запускается, об этом думать уже поздно. То есть что происходит дальше, если кто-то сдавал сайт, то есть если здесь сидят менеджеры, которые пытались запустить уже какой-то большой корпоративный сайт публичной компании, что происходит в конце проекта большого? То есть вот у нас сайт с контентом, ну или без контента, ну тестовый контент или его нет на сайте. Клиент досылает контент, присылает какие-то презентации, материалы, с которыми непонятно, что делать. То есть разработчик не понимает, что делать, он их просто размещает. В итоге проходит пару месяцев после фактической готовки сайта и его запуском. Сроки прошли, клиент не очень доволен. А проект на грани убыточности, потому что угрохали 100-150 часов контентщика, просто чтобы это скопировать или разместить. Через пару лет, соответственно, что происходит? То есть добавляются новые разделы, новые функции. Сайт развивается на техподдержке, как тоже коллеги говорили. Но, как правило, с контентом ничего нового не происходит. То есть как придумали размещать контент, те же новости, те же разделы об инновациях, так и сделали. Добавляется новый пункт, добавляется новая графа меню, ничего нового не происходит. Ну и, соответственно, потом приходит клиент в другую студию и пишет примерно то же самое в ТЗ, что написано на экране. То есть мне не нужно полотно текста сделать, чтобы было красиво, я не знаю. Они пытаются об этом сказать, но мы их не слышим. Что же делать? Соответственно, нужно делать контент-модель, как мы придумали. Мы назвали это контент-модель. Надо определить, кто будет делать эту контент-модель. То есть почему это не может делать проектировщик интерфейсов? Потому что, во-первых, потому что он исполнитель, вот ему дали контент, он делает интерфейс, он работает с готовым. Также это не может делать дизайнер. Потому что, опять же, он может придумать какой-то там слоган красивый, на кнопочку сделать, купить с восклицательным знаком. Но он не будет это придумать, он не будет его писать. Не будет делать ни клиент, ни менеджер. Они не являются исполнителями. Их задача организовывать процесс. То есть клиентского менеджера организовывать, соответственно, студию разработчика, а менеджер уже организовывать команду внутри. У нас появляется новая роль. То есть у нас компания уже появилась. Я надеюсь, она появится у вас. Это контент-редактор. И здесь мы хотели бы разделить, соответственно, работу с контентом, чтобы быть до конца честными. Потому что не все проекты одинаковые. Где-то контент является определяющим, а где-то контент, ну, как, например, на корпоративном сайте. Ну, то есть на корпоративный сайт не заходит за контентом. Там заходит посмотреть котировки акций и вообще, что происходит в отрасли. Ну, это в лучшем случае. В худшем случае туда зайдут журналисты просто почитать, что с компанией. То есть контент как этап. То есть корпоративный сайт, что же делает контент-редактор? Контент-редактор занимается примерно тем же самым, что и основная команда, только параллельно. Он проводит интервью с клиентом, узнает особенности компании. Он собирает материалы. Всякие фотобанки, годовые отчеты, тексты какие есть, тексты со старого сайта. Да, устает о компании что-то другое из других источников. Почему это важно? Потому что иногда менеджер клиентский вам не скажет все о компании. То есть он может рассказать про сильные стороны, но не скажет недостатки, не скажет то, что о компании, например, в контекстной среде думает. Дальше контент-редактор вместе с проектировщиком, они на основе создания им контент-модели думают о способах, как классно подать эту информацию, которую он и есть. И самое главное, последнее, то, что он говорит клиенту о том, от чего не хватает и что нужно еще сделать. То есть, как правило, контента этого у клиента на 100%, чтобы наполнить сайт, его нет. Один из наших кейсов. Мы в прошлом году запустили сайт второго по величине пенсионного фонда России, пенсионный фонд Будущее. То есть какая здесь проблема? Фонд большой, крупный, клиентов очень много, но они хотят расти, стать фондом номер один. Тема очень сложная. Про пенсии, про будущее вообще у нас не принято говорить. То есть половина людей даже не перешло на негосударственные пенсионные фонды. То есть здесь надо еще людей образовывать. Образовывать это можно только с помощью контента. То есть дать им вообще пищу для размышлений, что-то почитать. Но мы изначально, да, то есть мы не сделали сайт, а потом говорим, давайте мы вам напишем еще статьи. Мы изначально предложили, да, что только с помощью видео мы сможем вам показать, ну, то есть решить вашу бизнес-задачу. Вот. И первая у нас была задача, соответственно, рассказать о том, что такое фонд Будущее. Мы сняли один видеоролик, это он слева, железная дорога, потому что изначально у них клиенты были железнодорожники, то есть для них образ ближе. Вот. А второй видеоролик, это инфографический видеоролик, показывать, а как увеличить будущую пенсию. Четко, наглядно, в две минуты с помощью инфографики, простых картинок, простых цифр и математики, показывая, как это сделать. Ну, таким образом, то есть это не просто корпоративный сайт, но это сайт, претендующий на некую образованность, на повышение финансовой грамотности целевой аудитории этого сайта. Соответственно, второй тип проектов, для которых контент важен, для которых контент вообще очень важен, это контент как продукт, это контент проекта. То есть что такое вообще контент проекта, что мы под ними подразумеваем? Это любые культурные, социальные, образовательные проекты, то есть когда нам надо что-то донести. Это брендированные маркетинговые контент проекта. То есть если вот первая группа, это в основном не государственная история, то вторая группа, это чисто… в смысле первая группа, это государственная история, а вторая группа, это чисто коммерческая история. То есть нам надо продвинуть какую-то группу продуктов, какого-нибудь FMCG, например, клиента, и сделать промо-сайт, который вообще подвинет, создаст этот спрос на эту группу продуктов. Ну и вообще это любые сайты, где контент основополагающим является. Предвосхищая вопрос, скажу, что сайты СМИ, да, тоже, конечно, где контент является основополагающим. В общем, ключевая цель здесь – сформулировать подход к контенту и реализовать его. И здесь у нас роль контент-редактора чуть шире. Он не только проводит интервью, но и определяет цели. По своему опыту скажу, что конечные цели какого-то проекта, если мы не делаем какой-то FMCG промо-сайт, то их определить это достаточно сложно. Вот. Кроме этого, соответственно, того, что он собирает контент и пополняет всю ту же самую работу, определяет контент-модель и определяет контент-единицы, которые мы будем генерировать как веб-разработчик. Не обязательно это будет делать клиент. То есть, скорее всего, это не будет делать клиент, собственно, поэтому он к нам пришел. Поэтому мы на этом хотим заработать деньги. Дальше контент-редактор, как, собственно, редактор. Он собирает свою редакцию, он собирает свою команду. Это могут быть фотографы, эксперты, привлеченные, соответственно, копирайтеры, дизайнеры и так далее. И он, создавая своей командой эти контент-единицы, он их дальше передает в производство, ставит задачу с производством, как это, собственно, выложить на сайте. То есть это запускается параллельный процесс создания сайта, не относящийся к разработке практически вообще, и относящийся к интерфейсу только косвенно. Это один из таких проектов, слайд такой насыщенный, за который мы получили несколько наград в прошлом году, это музей кино. То есть в чем здесь заключалась задача? Музей кино — это музей без музея, то есть здания музея нет, физического музея нет, есть куча экспонатов, есть база данных, но есть большое желание сделать. Соответственно, есть понимание того, что это будет виртуальный музей. Но если просто вывалить каталог экспонатов, синтегрироваться с базой, то это будет просто каталог экспонатов, который будет интересен только профессиональным любителям кино, но каким-то преподавателям, которые смогут оттуда скачать то, чего они больше нигде не увидят, и показать нам, например, студентам, или студентам сделать какую-то научную работу на основе этого. Соответственно, широкой публике это будет неинтересно, поэтому здесь контент является определяющим, почему он определил успех проекта. Мы придумали очень много контента единиц, мы придумали тесты, игры, квесты, и сейчас этот сайт развивается, сейчас мы его поддерживаем. И, соответственно, самый большой формат контента, который здесь был, это лонгриды, которые просто вызвали такой шквал эмоций и шквал обсуждений, и мы пытались, соответственно, рассказать о том, но где больше ничего не написано. Это то, что называется «Есть уникальный контент», которого мы все так любим и ждем. Собственно, как на этом заработать? Заработать на этом очень просто. То есть это, как я это называю, стратегия win-win, потому что если у нас в проекте есть такое понятие, как контент-модель, она выгодна всем. Мы ее включаем в этап проектирования, то есть до разработки, соответственно, она идет параллельно проектированно и, естественно, с ней пересекается. Почему это выгодно клиентскому менеджеру? Потому что мы делаем самую главную для нее задачу, это снимаем головную боль. То есть когда клиентский менеджер с какой-нибудь стороны публичной, большой компании, понимает, что ему нужно сделать сайт, вот он думает, ну да, контент перенеселся со старого сайта, но здесь плохо, здесь плохо, и вот это вот его начинает грузить. А мы просто говорим, все в порядке, мы это решим. У нас это запрограммированный этап, и мы решим эту проблему, мы знаем, как с этим работать. Выгодно для разработчиков тем, что очень просто. Она увеличивает стоимость и бюджет проекта, увеличивает не сильно именно сама контент-модель, но увеличивает следующее, возможности до продажи. Мы можем написать тексты, можем создать иллюстрации, провести фото, видео, съемку руководства компании, чтобы наконец этот раздел на сайте выглядел нормально, не как фотографии, которые каждый сам прислал. Разработать инфографику, потому что в каждом втором запросе на корпоративный сайт люди хотят видеть инфографику. И почему мы это можем допродать? Потому что исходный материал у клиента, они, как правило, очень плохого качества. То есть мы эти материалы на сайт можем вывалить, но это будет сайт категории B. Тот сайт, который не будет создавать ценности для клиента, потом он через два года придет в другую студию. Но если сделать это сразу хорошо, то его развивать получится намного быстрее и проще. Дальше такой вредный совет некий, точнее не совет, а делай как мы. То есть вместо того, чтобы спрашивать у клиента, дайте нам контент, мы его наполним, мы его вывалим на сайт. Мы будем говорить клиенту с помощью нашей контент-модели, вот смотрите, как можно подать интересную информацию о вашей компании. Смотрите, как про вашу компанию будут думать, как это можно сделать. Если мы говорим о контент-проектах, не о корпоративных сайтах, то это вполне себе, собственно, золотая жила, потому что здесь все очень просто. Мы подсаживаем клиента на контент. Когда мы определили контент-модель, определили контент-единицы. И на запуске мы сделали несколько контент-единиц. То есть клиент увидел, что мы создали из его… для музея кино, будем говорить, что у нас были просто изображения экспонатов. То есть было просто то, что мы выгрузили из базы и описание. Что это такое? Кадры из кинофильма или фотография какого-то предмета из кинофильма. Когда мы из этого делаем лонгрид, то здесь добавленная стоимость этого контента, она составляет 99%. Соответственно, только тот разработчик, который сделал этот контент-модель и определил этот контент-единицы, уже сделал эти контент-единицы, он сможет быстро и просто дальше развивать проект. Потому что уже команда собрана, контент-редактор знает, что делать, команда тоже знает. И это можно поставить на поток. Прийти к другому разработчику, сделайте мне еще 2-3 лонгрида. Это будет, во-первых, в три раза дороже, во-вторых, в три раза дольше. Соответственно, здесь мы уходим от той модели подсаживания клиента, которая была на рынке веб-разработки может 5-10-15 лет назад, когда у нас была уникальная CMS у студии, когда студия говорила, что у нас CMS, но если вам нужен модуль, вы придете к нам, мы вам сделаем. Другие просто не возьмутся. То здесь мы ставим клиенту один из битрикс, по этому поводу совершенно не переживаем, что ее сможет развивать любая компания, представители которой здесь собрались в зале, но только тот разработчик, который занялся изначально контентом, сможет его развивать. То есть уйдут многие месяцы на то, чтобы другой разработчик смог перехватить эту эстафету. Соответственно, клиент на это вряд ли пойдет. Но еще некое ноу-хау, которое мы придумали, ну, наверное, не так давно, контент-модель на пресейле. То есть когда она нам помогает. Я думаю, что многие из вас сталкивались с ситуацией, ну, я имею в виду в плане продажи проекта, когда, ну, вроде бы запрос, да, смета, все посчитали, коммерческое предложение, встретились, ну, а он говорит, ну, знаете, у нас вот руководитель, некий там исполнительный директор, он будет, ну, ему картинку нужно показать, желательно две-три, ну, две-три на тендере, ладно, много, ну, одну, да, ну, хорошую. И здесь у нас получается, что ни цена, ни ваша экспертиза, ни ваш опыт на рынке, ни ваши другие клиенты, они, в принципе, ну, не так важны, как вот то впечатление, которое вот этот исполнительный директор увидит от той картинки, которую вы показываете. Получается, соревнования не компаний, а фактически дизайнеров. Вот. И это неправильно. Соответственно, если переломить эту историю, то мы можем предложить не только нарисовать картинку и не столько, а разработать контент-модель еще на начальном этапе. Мы можем это вложиться, почему? Потому что это экономит часы дизайнера. То есть мы лучше потратим часы контент-редактора, чем потратим часы дизайн-директора или дизайнера на то, чтобы сделать, ну, несколько страниц, просто вымочить их из себя. Мы изучим информацию о компании, запросим контент, посмотрим, как мы сможем давать информацию об этой компании и предложим уже не просто картинку, которая, ну, фактически это будет показательным выступлением. Вот как мы круто умеем рисовать. Ну и что? Все умеют круто. Мы покажем историю. Вот. И, соответственно, в данном случае это будет не соревнование дизайнеров, а уже соревнование экспертизы. Собственно, зачем заказывают сайты, чтобы сделать сайт хорошо, потому что сайт – это не только картинка. Вот. И получается у нас так, что вместо того, что мы показываем, как мы хорошо рисуем, мы говорим о нашей гипотезе. Да, мы понятны, что дело на тендере – это только гипотеза. Как хорошо мы сможем рассказать о вашей компании на сайте. Вот. И это имеет совершенно другое впечатление, потому что тот высокий, большой человек, он начинает интересоваться, и если это вскрывает какую-то боль, например, как он видит свою компанию, а, например, клиентский менеджер не видит, да, а мы попали там или не попали, или вот этой гипотезой как-то зацепили некие, ну, его ожидания, да, то это помогает продавать намного лучше, продавать намного легче, вот, и, соответственно, дороже, да, потому что история, она стоит гораздо больше, чем набор картинок, набор текстов и набор скриптов. У меня все. Спасибо. Спасибо огромное за интересный контент, прежде всего. И у нас, перед тем, как отпустить, у тебя есть несколько вопросов. Сначала вообще по типу сайтов. Как определить, что сайт, ну, контентный, что ему нужен контент? Кроме типовых примеров СМИ. Ну, во-первых, любому сайту нужен контент. Контент — это мясо. То есть вот интерфейс или функционал — это все, конечно, важно, но люди, они все равно читают тексты, они смотрят картинки, они смотрят видео. Контент нужен любому сайту, поэтому на любом сайте надо думать. Мы просто привели как бы два полюса, одного там шара, да. Есть корпоративные сайты, где на контенте никто не думает. Есть контент проекта, на которых контент — это, собственно, равно сам проект. Хорошо. Нужно ли, участвуете ли вы или нужен ли вообще контент-редактор на сайтах UCG? Каких? User-generated content, которые? User-generated content, да, хороший вопрос. Ну, во-первых, здесь предполагается, что контент будет генерировать пользователи, соответственно, нужен какой-то модератор. То есть человек, который будет работать с контентом на проекте, пускай и не с генерированным студией или разработчиком, он явно нужен и должна быть некая редполитика, контент-политика, какой контент мы пропускаем на сайт, какой не пропускаем. Вот. Но дальше, разумеется, для того, чтобы это все запустить, в любом случае нам нужно изначально понимать, что мы делаем, зачем мы делаем, как мы делаем, как мы это подаем. И здесь роль контент-редактора, она также важна, как на любом другом проекте. Но это по факту не этап, это начало и постоянный контроль. Ну, да, фактически это этап на этапе проектирования, такой подэтап. Стратегия, а потом реализация. Стратегия, да. Ну, а потом реализация уже какая-то команда модераторов, если их очень много, большой проект. Коллеги спрашивают, тогда, если заказчик, например, не готов платить за контент, нужно ли брать, в принципе, заказ, если вот контент под вопросом, если у тебя нет в структуре проекта контентной составляющей? Ну, вот у нас в данном случае, да, мы работаем с крупным бизнесом. У нас такой проблемы нет. То есть контент для корпоративного сайта, например, он не стоит столько дорого. Компания себе может это позволить. Если это контент, проекты и заказчики не готовы платить за, собственно, за сам контент, мы его, естественно, не возьмем, потому что это превращается в бессмыслицу. Вот. Контент модели, она на проекте стоит недорого, ну, я могу там в часах говорить, то есть она стоит там 20-30-40 часов. Это один из вопросов, как ценообразование происходит в контент модели? Да. Вот, соответственно… По часам? Да, по часам, конечно. То есть это часы контент-редакторы, как показала практика, то есть человек за рабочий день вполне себе может сгенерировать какую-то стоящую, хорошую гипотезу, с которым дальше можно работать, и вообще это можно предлагать, ну, как на этапе проектирования, так и на пресейле, если проект не продан. Кто такие контент-редакторы, где их брать? Отдельной профессии вроде бы нет, резюме есть у вас в штате, у кого-то нет, как выбрать, как подобрать проект? Хорошо, вопрос. Мы над этим уже подумали, да, задумались, прошли этот путь. Ну, я так скажу, поскольку здесь мы все из одной отрасли, да, контент-редакторы это бывшие журналисты, бывшие редакторы. Насколько нам известно, на HR-рынке, да, произошел некий спад в журналистике, в СМИ, ну, потому что в связи, в том числе, и с диджитал- трансформацией, да, и появилось очень много людей, ну, которые вообще писать и редактировать, и вообще что-то про смысл там могут говорить, ну, там, или что-то работать, да, вот, но они стоят не так дорого, поэтому, соответственно, эти люди, их можно хантить на рынке, их можно искать, вот. То есть те журналисты, которые, например, писали о публичных компаниях и хорошо разбираются в теме, они вам отлично помогут делать корпоративные сайты. Есть лайфхаки проверки? Вот я вижу человека, у него там бэкграунд журналиста, почитать его статьи просто и там сформировать преступление. Тестовое задание или что? Ну, тестовое задание, да, мы, естественно, даем, какое оно, я, честно говоря, не знаю и, ну, даже если бы знал, не сказал. Вот, а по поводу лайфхака проверки надо смотреть на стиль письма, что он пишет. Ну, и можно тестовое задание дать, то есть придумать что-то для сайта. То есть, если человек готов вообще придумывать что-то для сайта, именно в такой парадигме работать, а не просто там написать статью, да, то это окей. Если, то есть, я могу писать, могу не писать, могу сделать, чтобы другие писали, это не окей, потому что контент не только писанина, да, это вообще думать шире, по крайней мере, даже в форматах. Финальный вопрос из тех, что есть, не все вроде как взяли мы. В цепочке проекта от начала до конца. В какой момент начинается написание контента, когда оно предоставляется? Мы запрашиваем, ну, то есть, контент-редактор участвует в самом первом интервью вместе с проектировщиками, он фактически такой же специалист, как и они на интервью и выясняет это. И сбор контента начинается сразу. То есть, нашей ошибкой было ранее, то, что мы начинали сбор контента после того, как подписано ТЗ, началась разработка. На самом деле, это надо делать раньше. Тогда у вас будет время доделать тот контент, который не сделал заканчика, взять за это деньги.